Внимание! Данное видео транслируется без мата, но не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. Во многих других не менее важных областях, в каком-то смысле такие люди, как Александр Эдренан, являются настоящими пионерами сегодняшнего дня, у которых есть энтузиазм и искренняя преданность своему делу, чего в целом так не застает всей системе. Как вы думаете, технологии представляют опасность для человечества? Надя Сарапхай. Нет, технология это всего лишь инструмент, а что делать с ее помощью зависит только от нас. Проекту Extended Liferspan. Удлиненная жизнью безумие или реальность? Надя Сарапхай. И то, и другое. Аркадий Чернишевский. Безумие или реальность? И смайлик улыбающийся. Надя Сарапхай. И то, и другое. Аркадий, это ты? А вы? Д. Кому? Аллан Джеймсон. Ответ. Разработка сцена. На данный момент большинство головоломок решаемы и настроены согласно требуемым параметрам. Александра хотела бы добавить еще парочку хитростей, но я думаю, мы движемся в правильном направлении. А ведь действительно интересно, вот наука она, вот она либо, правда, либо в корпоративных каких-то вещах идет, либо же она в военной технологии в первую очередь идет. Но, замечу сказать, после военной технологии она переходит в обычную жизнь граждан. То, что ее вначале используют науку где-нибудь в военных там базах, еще где-нибудь вот эти вот все новые технологии, скупают, смотрят. А после они передаются населению. Но так, по крайней мере, делается, мне кажется, в России. Что не могу сказать, конечно, о других странах. В других странах достаточно заметно и видно, что многие вещи используются вначале в гражданском как бы виде. Выпускают ту или иную науку в социологию. Ну, это все, наверное, зависит от государства. Как кто поступит? Как что сделает? Конечно, с одной стороны, обидно и думаешь о какой-то несправедливости, но с другой стороны, ты понимаешь, что... Хотя, нет, не буду продолжать эту тему, с учетом, что я говорил изначально, что на моем канале не будет таких вещей, как обсуждение государства, так как очень многие могут быть не согласны с какими-либо мнениями. Может, кто-то даже выскажет какое-то мнение. А я не хочу в этом участвовать. Особенно не хочу, чтобы это происходило на моем канале. Это, кстати, будет одно из главных правил. Ух ты. Тропиночка. Это будет одно из главных правил в моем сообществе. И в сообществе, и на канале. Бережочек. Ну, давайте. Это, походу, делаю маленький секретик. Оп, компьютер. Компьютер на берегу. Вообще, вот классно, да? Скалы, берег. Да я понял, понял. Я подходить не буду. Опаньки, ошибка. Компьютер с ошибкой. Ну, конечно, как он здесь будет работать? Я слышал чайку. Вот жалко. А вот птицы. Птицы я не вижу. Где птицы? Вот были бы здесь еще птицы. Ой, как было бы офигенно, если бы птицы еще летали бы здесь, опускались бы. А то только звуки. Только звуки чайка. Ну, вообще птицы. А с этой стороны что? С этой стороны есть что-нибудь интересное? Я смотрю не очень внимательно, потому что я уже говорил, что все эти уровни мы еще с вами будем проходить внимательно. Сейчас это так просто. Побыстренько пробежаться, что-то посмотреть, что заметим. Если что, заметим. Поставим плюсик. Если не заметим, ничего не поставим. Скалы, камни. Тут чего? Тут ничего. Тут какая-то дыра. Как будто простреляли что-то. А там обратно проход. Ага. А во сути, это не секретик, как я понимаю. Если я правильно понимаю. Но все равно красиво. Красота такая. Какое-то дерево очень сильно выделяется, кстати. Хотя нет, вон еще одна такая же. Все кажется каким-то подозрительным. Не знаю. Прям вот. Куда ни глянь. Кажется, подозрительная стена. Подозрительное дерево. Подозрительные цветы. Их слишком подозрительно много. Опа. Вот, например, подозрительный проход. Зачем он здесь? Ой, кошмар. По-моему, я себя слишком подозрительно веду. Так. Ладненько. О, там какие-то сообщения. Отлично. Давайте почитаем. Все, что я сейчас делаю, я делаю ради тех, кто придет после меня. Занимаясь этим, я также обретаю покой внутри себя. Этот парадокс является основой моего существования. Ты изменился. Ищи тех, кто поможет тебе в этом мире. И хотя только один из нас может переступить границу, все тяжести и награды будут для всех общими. Да, очень прям такая мудрая мысль. Ведь даже если брать раскрытие какой-либо науки, что-либо в науке, если ты вот это что-либо раскроешь, то у тебя сразу появляется огромнейшая ответственность костюму этому. И ты решаешь, как с этим распределиться, так сказать. Это что за сообщение? Я прочитал по сравнению на стене, в котором говорится о мире бескрайних песков. Хотел бы и я так далеко забраться, чтобы посмотреть на них. О, это мы заберемся. И это мы заберемся. И это у нас будет 100%. Правда, не знаю, откуда он прочитал. Ну, откуда-то явно прочитал. Я еще время стараюсь на землю посматривать, но что-то я вот... А смотрите, я получается... А я, получается, не все обошел. Я-то вошел вон оттуда. Вон оттуда я прошел. Так, что-то притормозило. Я бежал вот так вот так. Он там вот вошел. А бежал вокруг остров. И теперь я оказывается здесь... А я еще думаю, какое-то странное разделение. Наверху, снизу. Это надо вот здесь теперь пройтись. Давайте пройдемся. Чтобы до той стороны скалы добраться. Может, здесь что-нибудь где-нибудь валяется. Надо везде вообще смотреть будет. Куда-нибудь вниз смотреть. Да, я понял, понял. Вот для чего это закутывается? Он же по-любому для чего-то сделан. Блаб-лопата, мы бы что-нибудь раскопали. Хотя, наверное, тут камни, тут нибудь лопату разломаешь. Ну, как бы не разлом... Ну, да, ну, как бы разломаешь. Затупишь ее. А, что такое? А, это водоросли. Я думаю, что-то с зеленых вдали. Не понял, что-то такое. Так, ну... Вообще стена странная. Как будто здесь проход должен быть какой-то. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Давайте дальше проходить. Я сказал, что мы с вами сегодня пройдем как минимум два вот этих помещения. Проверим, так, сообщения какие-либо. Давайте начнем слева. Вот первая загадка у нас вот здесь вот будет где-то. Вот получается вот здесь. И опять красная деталь. Случайно, между прочим. Опять случайно. Два противных мелких зуммера. Это точно. Ну так, вот у нас луч. Вот у нас вот эта штука. Это, наверное, и есть зуммер. Так, здесь у нас ничего такого. Вот он катается. Он туда-сюда же катается? Да, он туда-сюда катается. Он катается туда-сюда. Так. Ну, естественно. Естественно, он мне не даст получить... ...нормально красный. Мне здесь нужно как минимум два вот таких луча. Ну, не луча, а этих два камня. Так. Так, так, так. Кубика, в общем. Не камни, кубика, да. Кубик кубиком. Так, ну и... А это вот вообще не смешно. А как мне быть? А там чё? А тут тоже без толку. Красный, красный. И смысл мне от этого, я чё-то не понимаю. Так, сейчас. Ну да, тут... Тут тоже красный. Ам... Ну, я понял. Вот этот красный я фиг получу. А чё делать-то? Смотри, вообще ноль подсказок. Это вообще законно? Вообще без подсказок нас оставлять. Так. Я вот, например, могу вот отсюда пустить вон туда. Но он не будет успевать открываться, потому что эти туда-сюда входят. Глупость, хорошо. Хорошо. Временно нашли способ открыть. Ну, это чё-то вообще легко. И всё. Вот и вся загадка. Или нет? Или нет? Да чё ты... Так, сейчас прерывается, прерывается, опять прерывается, сейчас будет перерыв. Так, и теперь сейчас откроется один, и потом откроется второй. Вот мы успели пройти, взять. Это всё, да? Всё, такая загадка сложная. Ну, снова-таки это, наверное, обучение нам показывает, что некоторые слишком долго идут, чтобы... То, что всё равно есть вариант пройти. А теперь вопрос. Вопрос с синим. Хоп-хоп-хоп-хоп. Так, я понимаю, что здесь нам надо два. Один будет отсюда идти. Через синий прибор. Если через синий, то значит где-то вот отсюда... Я... Я понял. Я понял, я понял. Там вдали, по-моему, тоже начинается с синего. Если синий протащить сюда... Нет, тут красный. Только красный. Тут есть синий. Только красный. Там же, по-любому, звёздочка какая-нибудь, да? Так, давайте посмотрим. Может, мы где-то что-то зацепим? Короче, надо будет откуда-то пустить синий луч. Непонятно пока только откуда. Ладно. До этих сигилов становится всё тяжелее добраться. Боюсь представить, что ждёт в следующем храме. А в конце что, вечная жизнь? Должно быть что-то ещё. Так, как уровень называется? Маленькие окна. Ох-ох-ох-ох. Ведь действительно всё сложнее и сложнее становится. Так. Ну, я вижу красный. Красный. Вот синий. Значит, здесь где-то синий луч должен быть. Вот красный. Красный держит открытую эту комнату. Главную, между прочим, комнату. А тут ещё, блин, и всё в лабиринтах. Ага, ну это понятно. Это надо... Надо сейчас красный направить туда, чтобы открыть... Те окна, да? Как это сделать? Так, блин, дерево. А-а-а. Начинается. Теперь надо как-то пустить так лучи... Красный, чтобы освободить. Синий. А-а-а-а-ах-ах-ах-ах. А синий нам куда нужно? Чтоб дал пройти. Вот сюда. Значит, значит, значит... А красный вон. да да блин вот отсюда я вижу красный красный а что не так лучи скрещиваются вон он в в и и давай сделаем большими окна в чем проблема а ну хорошо ok но это не открывает этот красный зачем это так но я не понимаю а и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... а вот и вся загадка да нет нет так опять у меня притормаживается почему-то видео и это и и и и и так сейчас решим проблему с видео не так нереально так так ладно давайте я немножко прервусь сейчас минут через пять вернусь так все я вернулся извините что это прерываюсь пока я кстати я кстати пересмотрел видео но за дуб смотрел как записывается там с лагами не с лагами от неправда и даю один из способов сработает нет не работает он нам не дает мне честно говоря здесь мысли начинают уходить не знаю у меня просто просто нет предложений единственная вещь это вот 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 отсюда пустить вот так но что тогда делать с красным лучом вот этим вот конечно еще из вариантов один из вариантов но снова таки мне надо чтобы был открыт лучше надо открыть дверь и проставить туда луч дать так и сделаем а как мы так сделаем а мне как так не сделаем в этом то весь и прикол в этом то все и проблемы что я это сделать не могу давайте сделаем вам действительно так хорошо а ты там она таким образом у нас сейчас два свободного до а а а а так таким образом мы сейчас черный сейчас на мы сейчас таким образом пока ничего не сделаем так мне надо подумать очень хорошо надо подумать очень хорошо да красный красный как же так пустить красное чтоб он столько всего задевал ну для начала надо сто процентов решить загадку это вот с этим красным если у меня будет вот этот красный то следовательно что я смогу сделать блин а ты чё делал зачем сейчас зачем-то синий зацепил причем даже вот это временный вариант так вот мы находимся вот здесь да вот у нас красный красный только здесь проходит и здесь луч если я сейчас за один красный подержу мне очень надо как-то подержать синий подержи мы ну в соединении сработает если кажется что испытание невозможно преодолеть не бойся вернись в другой раз и ответ сам придет к тебе ответ сам придет а как он ко мне сам придет и не понимаю дурачок так что нам мешает этому лучу вот эта стена да а через эту стену мы видим тот синий луч ну-ка даже что он нам говорит что стена мешается так вот он направил миллиметр какой-то до мешает а все равно мне ничего не дает так хорошо значит вот этот должен быть ну-ка ну-ка тоже нет а ты смотри все продумались все я это вообще это люди сидели и думали ведь чтобы никак не обманули их а это зачем окошко чтобы еще больше меня запутать все три раз два три а что мне это даст два свободных ну-ка один два три Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... а мне вон туда надо его как-то все мне не подходит так застрел внутри хорошо опять загадка случайно так держит открытую вон ту дверь отлично и что это разве это разве загадка разве разве это загадка сейчас посмотрим да как ни странно за загадка и опять таки очень-очень неплохая загадка очень я бы сказал бы любопытная загадка если я вот возьму ее то я не смогу выйти но вопрос надо ли мне выходить по идее мне не надо выходить по идее мне должно быть достаточно его поставить сюда опять забил с рим забываю что нужно брать левый точнее правый так давайте с чем-то пересекаешься и и и и и и вот и все вот и вся загадка пожалуйста вообще ни о чем просто но вот эти вот лучики я их припрячу они мне могут пригодиться они мне могут пригодиться с чем я поставлю пока их прям вот прям вот здесь вот так следующая деталь так те три надписи мы с вами читали там ничего нету так вот я вижу лучики не хочу поделиться мыслью мне вот кажется что вот эти вот лучи вот эти вот лучи синие нам по-моему нужны вам в той башни или ну в общем в каком в каком-то из тех проходов по моему там нам надо и вот эти вот но для звездочки что звездочку получить вот эти вот лучи как-то надо будет из здания здания перекидывать чтоб конечном итоге они на она попал туда куда нам надо так зеленая опять с лучами заперт изнутри так прошлый вроде бы был поэтому перечитать прошлое заперт изнутри так изучаем уровень вокруг ничего никаких надписи никаких иероглифов так никакой краски которая могла бы здесь валяться и что единственный выход пока который я вижу это вот так открыли проход хорошо открыли проход вот еще один красный еще один красный вот много красных там еще и синий где-то вот давайте ухватим посмотрим докуда мы чего тут можем сделать Так, ну, отсюда я могу тот пустить, хорошо Блин Я могу пустить отсюда, дальше я могу вот этот использовать для того, чтобы пустить луч сюда Ага Дальше синий луч, да? Тут чего? Тут ничего Эта комната для чего? Чтоб забрать тупо вот этот, да? Да, эта комната, чтобы забрать тупо вот этот Так, о чём мне это даёт-то? Красный луч Синий луч Так, ну По идее мне теперь вот этот не нужен, правильно? Да Этот мне не нужен Мне надо отсюда Открыть синий Открыть синий, хорошо Так, этот мне тоже получается больше не нужен Следовательно, как и прошлый Так Вот этот мне тоже получается не нужен Вот этот очень сильно тупит, я понял Вот и всё, загадка, опять-таки Опять тут ничего сложного не было Орлес Открыть синий луч Открыть синий луч Субтитры подогнал «Симон»